Продолжаем нашу работу 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 Так, пока у нас показывают Павла Калмакова Давайте посмотрим Как на следующем столике Играет Гадир Гусейнов Вот в чем преимущество Такого показа Что я могу быстро Очень оперативно Не дожидаясь работы операторов Переключаться на соседней партии Итак, Гадир Гусейнов Играет черными Против Михаила Култясова Давайте смотрим Это у нас сицилианская защита снова Ну, сицилианка, конечно, один из самых, если не самый популярный дебют Так, это у нас черные, опять-таки, уступают центру И получается такая вот система Мараца, да? Когда пешки на c4 и на e4 полностью захватили центр Здесь есть, конечно, ход конь g4, ведущий к размену коней Ферр g4, конь d4 Но Гадир решил просто не торопясь развиваться И потом выводит слона на c6 Слон d7 и потом, вот достаточно, кстати, хорошая расстановка для черных Когда слон встает на c6 f3, a5 Кстати, эту пешку черные могут продвигать и дальше Поставить ее на a4, чтобы у ферзя появилось место на a5 Но вот белые этому препятствуют ходу b3 Теперь продвигать a4 невыгодно, потому что белая пешка проскочит вперед И будет изрядно стеснять черных Последовало конь d7 Вот здесь очень важно, что размен чернопольных слонов, в принципе, выгоден черным Потому что потом конь на c5 будет стоять надежно Ферз выйдет на b6 Пешку с e7, кстати, тоже можно будет на e5 отправлять И вот со времен Петросяна известно, что в этих позициях Белым желательно сохранить чернопольных слонов То есть тогда, во время Тиграна Вартановича, ход слон e3 выглядел парадоксально То есть вообще поначалу сомневались, что это правильно Но потом действительно пришли к такому выводу Это теория Конь c5, ладья b1 В принципе, у белых одна из идей сыграть а3, b4, захватить пространство на ферзовом фланге И, возможно, даже стеснить их дальше Е6 Но е6 это провокация, конечно Ой, какая провокация Потому что первое, что набрашивается сыграть ладья d1 Правда, хотел бы отметить, что белый ферз не очень-то угрожает каким-то взятием Потому что конь на c5 подвисает Но, тем не менее, ладья fd1 сделать очень хочется То есть посмотреть на реакцию черных Давайте, допустим, если черные пропускают один ход Взяли Теперь слон c3 берем на c5 Взяли сюда, взяли сюда Если взяли на c3, опять-таки черные остаются без пешки То есть я могу констатировать, что ход ладья fd1 все-таки создает угрозу Угрозу этой пешки Что же собирается делать Гадир? Вот это любопытно Играть b6 таких... Ну, кстати, если сыграешь b6, тогда слон на c6 будет подвисать То есть что же здесь дальше собирается он делать? Можно, конечно, сыграть слон e5 То есть чтобы и дальше, и дальше провоцировать соперника Тогда нельзя сыграть f4 за размена Кстати, я сказал нельзя, может быть, это привлечение Такая жертва пешки вполне возможна Потому что черные поля в лагере черных ослаблены Вот, тем не менее, мне кажется, что играющему белыми Михаилу стоит ход ладья fd1 исполнить Ну вот, если играешь не с гроссмейстером То ход ладья fd1 делается за секунду Когда играешь с гроссмейстером, то гроссмейстеру почему-то верят Вот это, по-моему, главная ошибка всех соперников гроссмейстеров Верить гроссмейстеру ни в коем случае нельзя Гроссмейстерам надо проверять Но он сыграл ладья c1 Вот это стремление к надежности Чтобы конь на c3 не висел Слон e5, кстати, да На самом деле, ясно, что Гадир собирается сейчас выскочить ферзем на h4 И задать очень неприятный вопрос пешке g2 Ну и каким-то образом вынудить белых продвигать пешки вперед Сыгран на король h1 Ну идея простая, чтобы на ферзь h4 сыграть слон g1 И, видимо, зевнуть ход слона f4 Идея состоит в зевке Ну, похоже, вот это уже и состоялось Нет, причем вот спрашивается Над ходом ладья f1 Ладья f на c1 человек думал довольно долго А вот теперь после слона e5 После слона e5 Когда действительно надо было подумать Потому что угроза ферзь h4 довольно серьезная А Михаил довольно быстро сыграл король h1 Ну и, собственно, после ферзь h4 Сейчас, видимо, обнаружил этот ресурс После слона g1 есть ход слона f4 Ну что скажешь? Качества нету g3 бесполезно играть Слон бьет g3 Ну, правда, отмечу, что есть ход ферзь e1 Но что тоже, опять-таки, не избавляет белых от трудностей Потому что черный слон идет на d2 И в любом случае качество это белые потеряют Я, правда, думаю, что если отдавать качество, то надо это делать при ферзях В такой ситуации что надо делать? Надо сделать вид, что все это было задумано Надо просто спокойно сыграть ферзь d4 Вот так отдать это качество И потом надеяться, что чернопольный слон разовьет большой активности И удастся создать реальную компенсацию Я, кстати, думаю, что позиция непростая Разумеется, качество есть качество То есть с аналитической точки зрения Наверняка у черных есть перевес Но с практической точки зрения А это разные вещи Мне кажется, что у белых есть определенная контригра Так что Михаилу не надо унывать Надо спокойно сыграть слон g1 Во-первых, не зевнуть мат И во-вторых, принять потерю качества Сделать вид, что это была жертва Ну не знаю, может быть он думает над ходом f4 Давайте представим себе Тогда взяли-взяли И возникает еще одна неприятность Что черный конь на g3 стремится Ну разумеется, компенсацию надо искать прежде всего при ферзях Потому что после ферзь e1 Мне кажется, это будет просто окончание с лишней пешкой у черных То есть здесь никаких матовых угроз создать уже не удастся Я боюсь, что это будет уже стадия реализации Ну хорошо, оставляем Михаила в этой задумчивости Еще идем к следующей партии Баадур Джабава играет против Дмитрия Полищука Ну Баадур, конечно, большой кудесник шахмат Который умеет создавать такие яркие произведения шахматные Давайте посмотрим, что было Итак, ну то, что была снова социлянка Это уже ни для кого не сюрприз И вот, кстати говоря, античелябинская игра Слон идет на b5 Е5 Невзирая на все обстоятельства, черные все-таки ослабляют пункты Д5 И как будто бы зевают пешку, да? Ну, дело в том, что если взять конем То здесь, конечно, после ферзь Д4 Черные отыгрывают пешку Получается очень комфортная игра Поэтому белые не торопятся Сначала защищают свою И теперь уже угрожают взятием Слон Д6 Конь С3 Конь Е7 Ну, спокойное, неторопливое развитие Ферзь Д2 Ну, это намек на то, что белые собираются рокировать длинную сторону То есть на ферзевый фланг И, кстати говоря, они это осуществляют Конь H2 Ну, немножечко загадочный ход 3-0 Ну, вот уже наметилась интрига Белые собираются атаковать на королевском фланге Черные на ферзевом Кстати говоря Ну, после хода F3 Не знаю, ход F3 Еще один странный Странное решение Я не понимаю, зачем надо Укреплять десятикратно укрепленную пешку Е4 Последовал ход F5 И выясняется, что черные готовы атаковать и в центре Дело в том, что конь через F5 найдет на D4 Правда, на самом деле это размен С сильными пунктами У белых появляется довольно Хорошая клеточка на Е4 Видите, конь пойдет Конь G4 H5 Ну, мне Сдается мне, что это Тактический фокус Теперь на конь F2 может последовать вероломное Е4 Ну, допустим Взяли конь Е3 Взяли и слон F4 Вот какой-то такой тактический нюанс Кстати, конь F2 уже сыграно Если побить на Е3 сразу И потом Е4 Тогда можно взять, наверное, ферзем И ферз уйдет вот из-под этого кинжального удара Но вопрос-то вот в чем После Е4 Не последуют ли здесь какие-то хитрости Например, взяли пешкой Потом взяли на D6 Потом Потом выясняется, что все-таки качества нет Да, но опять-таки за это качество будет серьезная Да, Е4 сыграно Заметьте, Баадур Мне удалось угадать один ход Джабавы Это уже значит, день прожит не зря Вот Я считаю, что здесь, кстати У белых будет Реальная компенсация за качество Ну, брать на D6 точно плохо Пешка на C6 повиснет Ну, скажем, ладья D8 Здесь даже, кстати, можно и уклониться от размена Ферз Е5 сыграть Потом, если лошадей удастся активизировать Здесь, заметьте, что пешки на Е4 и на Ф3 Это реально две пешки за качество Вот Мне кажется, что здесь опять-таки Сопернику гроссмейстера А именно Дмитрию Полищуку Важно не терять присутствие духа И найти такой вариант В котором, даже если что-то немножечко потеряешь Но зато получится Контр-игра Это очень важно Итак, но Ход Е4 сам по себе Производит эстетическое впечатление Да, согласитесь Поставить пешку под 4 Боя, это всегда приятно И, наконец, четвертая партия Которую сейчас мы смотрим Артем Пугачев Московский шахматист Хороший Играет против Сергея Мавсисяна Гроссмейстера из Армении Давайте Отмотаем от начала партии Вот чем хороша эта база Что мы можем посмотреть то, что было до Вот Сергей Мавсисян на ваших экранах Он как будто Оглянулся на мои слова Посмотрел на всех нас И сейчас возвращается Артем Пугачев Занимается тренерской Организаторской работой Поддерживает молодых шахматистов Тренирует Но Каждому тренеру, как известно Надо периодически Оттачивать свой штык Надо Практиковаться в практической работе Чтобы не потерять квалификацию Так, это у нас трендийская защита Ну, честно говоря, маневр слон G5 Слон Е3 не производит большого впечатления Я считаю, что Слона на Е3 лучше ставить сразу Здесь, конечно, самый принципиальный ход Д4-Д5 Размен на Е5 Ну, очень уж упрощает игру И здесь на какой-то перевес Белые претендовать Ну, никак не могут У черных есть план перевода Коня на Е6 После чего можно будет Оккупировать поля Д4 или Ф4 Да, но на самом деле Белые играют Нарочито простенько Таким образом Даже сделать ничью Нелегко А вот теперь черные Черные продвигают Коня на Ф4 Конь Е1 Вот здесь уже угрожал удар Конь бьет А3 Да, конь Е1 Сыграно ладья Е8 Ну, такое вкратчивое решение Дело в том, что черные Наверное, сейчас и коня на Д4 Могут отправить И сыграно Б5 Ну, с другой стороны Белые все-таки создают Какое-то давление На ферзовом фланге Но вот после конь Д4 Становится понятно Что, наверное Это не давление Это просто демонстрация активности Давайте посмотрим Куда отходить Белому ферзю Ну, допустим Ферз Д2 отошли Да Ну, брать на Д4 Я надеюсь, что этот вариант Мы рассматривать не будем Но здесь вопрос в том Как черным усиливать Своё давление Есть ли здесь какие-то Жестокие комбинационные удары На Н3 или на Ж2 Я, признаться, пока не вижу Мне кажется Конь на Е1 Здесь стоит на страже Пункт Ф3 защищён Ну, с другой стороны Может быть, черные Могут и не волноваться Просто слон Е6 развить Ладью на Д8 Потому что в центре Стоит всё, конечно У них превосходно Пункт Д4 не пробить Размен на Ф4 Тоже не опасен Слон Ж7 скрывается В общем, позиционный перевес Черных, на мой взгляд Совершенно очевиден Вопрос лишь в том Как дальше развивать Атаку Ну и посмотрите На показания часов Ясно, что Гроссмейстер Играет пока Что называется Одной левой И всерьёз Ещё не задумывался Ну, я хочу сказать Что вы не грустили Что ясно Что в какой-то момент Вот эта масленица Кончится Для котов Для гроссмейстеров Кстати, давайте Я покажу вам Как уже выиграл Давид Навара Он играет на пятом столике Смотрите, финальная позиция Да? Черный король Уже замотован Ну, давайте отмотаем На 10 ходов назад Вот видите Нормальная французская позиция Сейчас мы быстренько посмотрим Как Давидушка Здесь у нас Провёл матовую комбинацию Ух ты Вот здесь я бы На месте белых заволновался Но не таков Давид Еф Взяли-взяли И началось Смотрите Шах Потом взяли Я, честно говоря, думал Что на h5 будем выскакивать А на самом деле Давид просто съел на d7 И выяснилось Пренеприятнейшее обстоятельство Угрожает мат на g7 Ладья бьёт f6 Нельзя играть Потому что ладья на e8 Подвисла Взятие на f2 Ничего не меняет Ну и здесь Чёрный король Пустился в бега Но его догнали Буквально через пару ходов Да, ну Разгром Форменный разгром А мы возвращаемся К партиям Которые происходят На сцене Итак Корнестринаркиев Против Павла Калмакова Витя Камляков Извини меня Я всё время тебя вспоминаю Вот Я хочу обратиться К зрителям Которые сидят в зале Я не слишком быстро Всё это показываю Кто-нибудь успевает Понять вообще Что происходит Ну Гроссмейстер Белавинец Может не отвечать Ей Ей по роду занятий Вынуждены Да Не, я обращаюсь К тем Кто ещё не гроссмейстер Всё прекрасно Прекрасно Да, хорошо Так Итак Ну и давайте Вспомним Отступили на С2 Да Ферз С7 Ну это тонкий намёк На слабость пешки С4 Ферз Д2 Ну видите Белый ферз Как покрутился Как белка в колесе Да Ферз Д3 Ферз С2 Ферз Д2 Ну какого-то Серьёзного преимущества Белых здесь нет И быть не может Правда и чёрный ферз Тоже Смотрите Куролесит Ну это он Испугался ладью Испугался ладью С1 Что здесь может случиться Какие-то комбинационные Неприятности Но с другой стороны Если белые могут Позволить себе Потратить Два темпа То почему чёрные Не могут позволить Позволить себе Потратить один Итак чёрный слон Выходит на Д7 И первейшая задача Белых Обеспечить безопасность Пешки С4 Потому что сейчас Чёрные собираются Сыграть ладья С8 И задать прямой Конкретный вопрос Но насколько я понимаю Уже сыграно Конь Б3 Произошёл размен Ладья С8 Заметьте Что чёрные вновь Сначала ладья пошла На Д8 А теперь передумала Вот такие коварные ладьи Ну что Угроза пешки С4 Проще всего Конечно Сделать ход Конь Д2 И забыть об этой проблеме Но правда Непонятно Как после этого Наступать дальше Горячие Горячие азартные Шахматисты Наверное Переложат ход Конь А5 Чтобы не только защищаться Но и атаковать Пешку Б7 Кстати потом Ферз пойдёт на Б6 Но кстати В этом что-то есть А если сыграть ладья С7 Тогда с особым удовольствием Сыграем ферз Б6 Потом сыграем ладья Д1 Да Конь А5 Так и сыграно У меня второе достижение За сегодняшний онлайн Я угадал ход Калмакова Я угадал Один ход Джабавы И один ход Калмакова Уже можно галочку сделать Да Я вижу В зрительном зале Некоторые участники есть А почему они не играют в шахматы Наверное уже сыграли Да Да Понятно Понятно А ко мне вчера подходили Люди говорили Ну вот я не успел Я играл в свою партию Хотел ещё успеть Комментарий Послушать Но я им говорю Ну выбирайте А зачем вы вообще играете в шахматы Может вам лучше здесь посидеть И у меня возникло подозрение Что они стремятся побыстрее Сыграть в свою партию Особенно находясь на 150-м Столике где-нибудь Или на 250-м И когда уже теряется Спортивный стимул Ну быстренько фигурки покидал И побежал там где весело Да Посмотреть Так Тем временем Кстати говоря После хода Коня А5 Последовал ладья АБ8 Эрнесто пешку Защитил Но белые всё равно Смело отправили Ферзя на Б6 Не хочу заниматься Святотастом Но по-моему Гроссмейстер Как-то неуверенно Разыграл дебют Что-то тут не то Не должно быть у белых Такого счастья Ведь белый ферз Я вам уже говорил Столько темпов потерял Настолько неочевидна игра А теперь Если допустить ещё ход Ладья Ф на Д1 Ну что Не конь Е8 же играть Конь Е8 Просто аморально играть В подобных структурах За это могут и звание Гроссмейстерское снять Ненароком Да Просто подойдут Судьи и скажут Что гроссмейстер Наркиев И больше не гроссмейстер Да Хотя на самом деле Некрасивых ходов В шахматах не существует Есть полезные ходы Или бесполезные Если жизнь заставит И не так конём встанешь Да И на А8 И на А8 Постоим Вот кстати Вчера мы видели Как Савченко Ты выиграл свою партию Решающую Жигалка Коня аж на А1 Запулил чёрного И ничего Партию выиграл Так Слон Е8 сыграно Вот это Вот это позволит Эрнеста сохранить звание Теперь идея такая Чтобы кони в Д7 сыграть Осталось понять Только одну мысль Что на ладья И в Д1 Выдвигаю версию Мы торжественно Зеваем пешку После чего Столь же торжественно Её Отыгрываем ходом В6 И когда конь уходит на В3 Радостно стучим на С4 И допустим Взяли-взяли Ну тут наверное Чёрных полный порядок Ну вот такая вот Маленькая тактическая Ловушка Да Заготовочка Ну в общем Стараемся Ферзя с Б6 Каким-то образом Выдавить Вот такая идея Ну хорошо Пусть Павел Калмаков Подумает Времечко у него Ещё есть Целых 7 минут А мы отправляемся К соседней партии Где Гадир Гусейнов Кажется захватил центр Давайте-ка посмотрим Что случилось Михаил Култясов Всё-таки Решил не отдавать Качество путём Слон же 1 Мне кажется зря И вот я бы Слон же 1 сыграл Ф4 И вот Произошли такие Разменчики О которых я говорил Вот здесь я Торжественно объявлял Что здесь может начаться Стадия реализации Ж5 Ух как мощно Ну на МЖ Видимо Ф4 Да и потом Комбит Ж5 Ну вы знаете Слишком хорошо у чёрных Слишком хорошо Так быть не должно Слон Ф3 сыграно Я так понимаю Что Михаил Делает ставку на разноцвет Но честно говоря При такой централизации чёрных И при таком Большом количестве пешек Я думаю что Всё-таки удержать Такой разноцвет Будет тяжело Ну просто Король Е6 Можно сыграть Размен на Е4 Там потом по вертикали Ж будет давление В общем это неинтересная партия Давайте идём дальше Ясно что Гроссмейстер здесь Своего не упустит Так А вот Мак и волшебник Из солнечной Грузии После хода Е4 Было сыграно Прихладнокровнейший Король Б1 Я здесь предлагал Пожертвовать качество Посредством ДЕ Конь Е3 Ферз бьёт Д6 Но возможно там Что-то не срасталось Последовал король Б1 Но я думаю Этот ответ Очень порадовал Баадура Он побил на Ф3 Теперь видите Какая приятная структура Образовалась Что касается вертикали Ж Мне кажется Мат чёрному королю Не состоится У чёрных Очень сильно И два слона И ещё и пешку схватил Смотрите какой жадный А Ну это смелость Знаете Так под ладьи Подставился Дело в том Что сейчас уйти С Аш3 будет непросто Пешка на Аш5 Подвисает Ладья Е5 сыграно Вот кстати ответ Пешку на Аш5 Защитили И хотим слона Вернуть на базу На Е6 Да Ну молодец Баадур Действует так Вы знаете Дерзко Бодро В общем я считаю Что вполне грамотно Вполне грамотно И вполне По позиции играет Если можно безнаказанно Съесть пешку Почему бы не съесть А в принципе Можно потом поставить Пешку на Е6 Сыграть король Аш7 Наверное Чёрные укрепятся Ну и потом действительно Уже И в этой партии Начнётся стадия реализации Так что всё у Баадура Под контролем Артём Пугачёв Против Мавсисиана После хода Конь Д4 Последовала Ферзь Д2 Действительно Слон Е6 БЦ БЦ Ладья Б7 Ну честно говоря Мне кажется Что это Демонстрация Первомайская Ладья Б7 Эта девушка С флажком Вышла на площадь Ну Ничего она там Особенно не делает Просто радуется жизни И вернулась назад Итак Чёрные слоны Видимо каким-то образом Сейчас перебазируются Может быть слон на Ц5 Перейдёт Нет Последовал конь Е6 У меня такое ощущение Что Сергей Мавсисиан Может сейчас Перенести тяжесть борьбы Вообще на ферзовый фланг Где есть опорное Прекрасное Опорное поле На Ц5 Но хочу заметить Что всё-таки Положение у белых Довольно крепкое Слабостей практически нет Единственное Что смущает Это то Что довольно мало Времени на Часах у Артёма Пугачёва Правда я напоминаю Что 10 секунд Добавления на ход Не так как вчера Не настолько нервная Обстановка Так В общем Всё хорошо Эрнест Инаркиев Поддержал Мой Падающий авторитет И на ладе ФД1 Сыграл Конь ФД7 То есть Предлагается Взять пешку На Б6 На Д6 Я вот думаю Может быть Белым схитрить Сначала сыграть Ферз Д4 Защищая Эту пешку На С4 После хода Б6 Сыграть Конь Б3 И ещё подождать Посмотреть На поведение Чёрных Может быть Удастся съесть Пешку на Д6 Более приятной Редакции Ну например Потом где-нибудь Сыграть Конь А4 Как-то ладью С1 Вскрыть А кстати Сыграно Ферз Д4 Второй ход Калмакова Угадан Ну вот Следующий ход Эннест Инаркиева Я угадать бы не смог Сыграно С Ж5 Здесь я задаченно Замолчал Потому что Слов от возмущения Уже нет Обеспечил коня На Е5 Да правильно Правильно Людмила Сергеевна Садитесь рядом Микрофон Микрофон готов Ну хорошо Действительно Белые Не продвигают Пешку на Ф4 Хотя может быть Действительно Хотели Да Может быть Действительно Была такая мысль Оттеснить всех Из центра Да Путём Ф4 Ну не знаю Ж5 Это всё-таки С другой стороны Ослабление Хотел бы заметить Что почти все фигуры Как-то вот Сконцентрировались В районе Ферзового фланга На Королевском То людей Мало Осталось Хотя Фигуры для новой партии Правильно Конь на Б1 Встаёт Защитили пешку На С4 Хотим Безнаказанно Съесть На Д6 Что делать Если Б6 То Конь Б3 Можно конечно Сыграть Конь С6 И вот таким образом Защитить пешку На Д6 Ну по допустим Конь Д2 Так я как я понял Какой-то ход Уже последовал Да Ну вы знаете Ход Король Х1 Это очень глубокая Профилактика Я видимо Тут оказался Не смог Соответствовать Уровню этого Поединка Король Х1 Ну может быть Этот ход Когда-нибудь И пригодится Но Но честно говоря Не знаю Когда Хорошо Здесь партия Уже вошла В такую В такую стадию Где позиционные Тонкости Стали слишком Слишком тонкими Я их уловить Уже не могу Ладья Ц7 Вот этот ход Кстати вполне понятный Черные собираются Сдвоиться И что Сделать так Чтобы пешка Ц4 Стала бы слабой Кардинально Это кстати Еще один повод Коня перевести На Д2 Смотрим дальше Ну что ж Рисунок Сценарий Партии Култясов Гусейна Совершенно очевиден Белые действительно Разменяли слона На И4 Надеются устоять В этом разноцвете Что-то мне подсказывает Что это Не удастся Черные сейчас Ладью через А8 Переведут Куда-то в район Поле А3 И у белых Начнутся проблемы С верзовым флангом А вот этот центр Рано или поздно Конечно же Придет в движение Итак Гадир Гусейнов Стоит на выигрыш В этом нет Ни малейших сомнений Так Дивные Дивные события Происходят В партии Бадура Джабава Кстати Джабава Это грузинская фамилия Ее нельзя склонять Хочется сказать У Джабавы Джабаве И Джабаву Да Но это делать нельзя Если бьют То Джабава Если для Тоже Джабава Так что Так что я предпочитаю Называть его по имени Имя можно склонять Ладья Е5 Ладья Ж1 Слон Е6 Ферз Х4 Между прочим Абсолютно логично Играет Дмитрий Полищук Ферз Д8 Взяли Взяли Конь Ф6 И пешку съели Но прекрасно Я считаю Что белые Отделались Легким испугом И теперь С учетом того Что у них есть Опорный пункт На Е4 Вообще неизвестно У кого здесь У кого здесь Лучше Ладья идет На Ф5 Но сейчас Наверное Последует Конь Е4 Белый конь Еще и на Ж5 Прискачет Не знаю Мне кажется Бадур Где-то был Неправ Я конечно Предпочитаю Его хвалить На всякий случай Чтобы не ошибиться Но не исключено Что он где-то Что-то упустил Да Конь на Е4 Пошел Вы знаете Пока это Самая интригующая Партия На сегодняшний На данный момент Король Ф8 Сыграно Обратите внимание На показания часов Три минуты Против двух Ну практически равные Показания С учетом Десятисекундного Добавления Ну ход Король Ф8 Это такая Глубокая профилактика Чтобы конь на Ж5 Стал без шаха Ну за белых Можно сделать форточку Можно немножко Перегруппировать Свои ладьи Мне кажется Что здесь Положение у белых Достаточно приличное И возможны Все три результата Так Вот я пытаюсь Вычислить Самую интересную Партию Чтобы ее Смотреть Уже Не отрываясь В цветноте Так Инаркиев После хода Ж5 Сдвоил Действительно Ладьи Вот Теперь нападение На пункт С4 Очень серьезное Конь Д1 И так Белый конь Собирается Встать на Е3 Возникает вопрос По вертикали С Видите Ладьяна С1 Провисает Д5 Или Б5 Ну вот Обычный Ежовый вопрос Какой прорыв Черный Будут устраивать Д5 Или Б5 Ну вот Из зала Предлагают Д5 Но это Видимо Очень смелые Люди Ну я Я думаю Что можно Просто съесть Дело в том Что не хватает Немножечко Боев Так Ну я так понимаю Что Гадир Гусейнов Выиграл Вот сейчас Обменивается Комплиментами С соперником Да Вот соперник Поступает правильно Воспринимает Позитивно Происходящее Ну и Обсуждает То что Произошло Так Гадира Поздравляем С победой Минуточку Вот Вот заключительная Позиция Подождите Победа Победа Или ничья Действительно Ладья Оказалась На А3 Да Как и было Предсказано Нет Но он еще Одну пешку Съел Какая ничья Король Ф2 И вот такая Возможно База у нас Не показала Белые На самом деле Черные На самом деле Могут просто Разменять ладьи И ладью Вторую Активизировать Или просто Взять на С4 Короче говоря Черные победили Гадир Вырывается вперед Итак Инаркиев Избрал второй вариант Он сыграл Б5 Ну Напрашивался Прорыв Теперь вопрос В том Как держать Этот пункт Есть конечно Возможность Сыграть Конь А5 Хотя Как я вижу Случилось Что-то другое Нет Конь Е3 Сыграла Давайте Вот эту партию Будем смотреть Цветноте Я думаю Что Если нет Возражений Давайте Эту партию Посмотрим Ну Одним глазком На Баадура Тоже будем Посматривать Если здесь Какие-то Связки Серьезные БЦ Сыграно Конь Ц4 И Вот Связка Дело Серьезное Но Как ее Использовать Конкретно Если взять Конем На Ц4 То Тогда Белые Развяжутся Путем Ладья Бьет Ц4 Так Конь Ц4 Сыграно Я в принципе Готов Общаться С залом Если вы Делаете Какие-то Шахматные Предложения Я готов Выслушивать И спорить Конь Ц4 Сыграно Если кто-то Видит Выигрыш За черных Прошу Исполнить Д5 Взяли На Д5 А Во какая Идея Так 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 Взяли Так Взяли И мат И вот Теперь выясняется Что король H1 Был не профилактика А наоборот Да Вот при короле На G1 Был бы ход Слон F1 А здесь мат Получается Да Д5 Сыграно Д5 Сыграно Так что Мы все Сыграли Силу Инаркеева Это уже Хорошо Ну что Сдаваться Надо белым Конь Е5 Отдаем Да Что-то Ну да А нет Наверное Меняться Тогда не надо Конь Е5 Конь Е5 Сыграно Ладья С1 Взяли Взяли И просто Ладья Д1 Да А у кого Здесь лучше Вот у меня Такой вопрос Вы знаете Вот эти легкие Фигуры черных Как-то не впечатляют Может быть Конечно Ладьи Можно сохранить Сыграть Ладья С2 Ну еще Слон Д3 Можно добавить Я вот не уверен Что Эрнеста Здесь добивается Чего-то Серьезного Так Ладья С1 Да Вот стоит Уже такая Позиция Забавно И обратите внимание На показания Часов У Эрнеста Уже Меньше Меньше Как там Брюки Превращаются Брюки Превращаются Все Уже превратились Меньше Минуты Ну что В случае Размена На Д1 Я честно говоря Практически Уверен Что у Белых Ферз Ф6 Конь С6 Е5 Ну Не знаю Наверное Может быть И ферз С3 Исход Ферз Д5 Конь Б6 Давайте Досмотрим До конца Этот спектакль Кстати говоря Без фигур Можно остаться Ненароком Да Не Ну здесь Все-таки Черные Играют На победу Наверное Да Ну вот Такой И я Честно говоря Не верю Что Эрнеста Посчитал Так далеко Мне кажется Что Это все Было Немножко Интуитивно Да Берет На Д1 Играет Ферз Ф6 Я так думаю Да Потому что Какой-то прямой смысл Да Конь Ф6 Сыграно Ну дела Ферз Ф6 Это была Серьезная попытка Кстати говоря Так А сыграно Конь Ф6 Размен На Д5 Конь Д5 Ну хорошо Может быть У черных И не хуже Но и не лучше Но на слон Е2 Можно слон Б5 Сыграть Да Просто Не дать Пешку А6 В обиду А еще Я отмечаю Что у белых По-прежнему Не хватает Форточки Да Как бы мы не ругали Ход Ж5 Но это все-таки Действительно Отдушина Для короля Слом Б3 Сыграно Ну кстати Опять-таки Логичная идея Где-то Разменяться На Д5 И получить Ну такую Достаточно Стабильную позицию Потом короля Допустим Вывести На Ф2 Ферз С7 Вот Намек На Неприятность Для белого короля Кстати Здесь слон Д5 Все равно Есть ход Потому что На шах Вроде бы Ферз С1 Есть ход Да Вот Насколько я понимаю А если Ед Ну Опять-таки Ферз С1 Это не Смертельная угроза Не знаю Может быть Ж3 Можно сыграть Или даже Ж4 Я не знаю Ну просто Короля как-то Обустроить Берет на Д5 Берет на Д5 Вы посмотрите Сильный соперник У Эрнеста Как известно В каждой Шутке Есть доля Шутки Но вот Поэтому Этот мой Оборот Угадать Ход Калмакова С каждым С каждой Секундой Обретает Все больше Больше вес По-моему По-моему Парень играет Просто очень здорово Ферз С1 Ферз Ж1 Там по-моему Окончание будет Вполне безопасное Для белых Давайте Шах Ферз Ж1 И ферз С3 Да Но это что-то Очень высокое Дорогие друзья Это Это космос А если А если взять На Е6 Еще одну пешечку Но это Известный Военный принцип Если гибель Неизбежна Надо унести С собой Как можно Больше врагов Да Подходите поближе Вынимаем чеку Из гранаты И взрываемся Вместе со всеми Да Итак Висят две фигуры Белые помогут Выиграть одну пешечку Но правда Потом повиснет На А3 Да Вот условно говоря Взяли Защитили Теперь Ферз С5 Нельзя За Ферз Е1 А какой-то Другой отход Конь Ж4 Можно взять На А3 Ну кстати Тоже Вот я не вижу Чем здесь У белых Может быть Хуже По-моему Только лучше Может быть У черных Плохой король Так Кто видит возражение На слон Бьет Е6 Прошу помощь Зала Ферз Бьет Е5 Ферз Бьет Е5 Ну слона Увели Да И Ферз С3 Да Ну Без одной Да Так Ну кстати Тоже пошел Вполне Здраво Могу сказать На Ферз С3 Последовало Слон Б7 И что И белые Просто Откушали Пешку На А6 Нет Ну вы знаете Пешку на А3 Невозможно Защитить Вот в чем Вся штука Ну хорошо Я бы убрал слона На Ф1 Потом поставил бы Ферзя на Ц5 Идея поставить Короля на Ж1 И обезопасить Мне кажется Опять таки Только белые Могут играть Здесь на выигрыш А сыгран Ферз Б1 Ну здесь уже Видимо Не до долгих Размышлений Кстати Ферз Сзади пешки Тоже неплохо Теперь на Ферз Бьет А3 Играем слон Ф1 Тоже нормальный ход Я просто думал Что ферз На Ц5 Как-то поактивнее Дело в том Что еще Пешка Ж5 подвисала Слон Д3 Смотрите С темпом Кстати С темпом Играет На А7 Висит И хочет Продвинуть Пешку На Б5 Ф5 Да Предлагается Ну Можно конечно Играть и так Я бы сыграл А6 На всякий случай Не открывая Пока Короля Ну Слон С6 Сыгран Ну Гроссмейстер Какие скромные Останавливают Часы Ну что Я думаю Эту доску Мы можем Сейчас уже Нет 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 Давайте Досмотрим Я прошу Операторов Сохранить Этот кадр Давайте Досмотрим До торжественной Сдачи Посуды Ну как Поел Сдай Посуду Да Как известно Да Поэтому Ну Ну вот Людмила Сергеевна Зачитала Короче говоря 83 год 83 год Рождения Рейтинг Небольшой По сравнению С Инаркиевым А для Блицовской А для Блицовской Это вообще Микроскопический Рейтинг Но играет Очень сильно Ну что Эрнесто Надо признать Поражение Так На экране Кстати говоря Я выявил вам Диаграмму Из партии Плещук Против Джабава И Джабава Выиграл Дело в том Что конь на Е4 Оказался под связкой Б7 Эх Эрнесто Эрнесто Ну как же так Сдался Да Ну Надо принять Этот удар Как мужчине Впереди еще 10 туров И Да Итак И так Самое время Сделать ставки На Эрнесто Инаркиева Как на победителя Турнира Дальше он одержит 10 побед подряд И займет Первое место А 9 Да Ну тем не менее 10 очков Он наберет Я верю в Эрнесто Болеем с Эрнесто В следующих партиях Так давайте Посмотрим пока Посмотрим Как Бадур Джабава Совершил очередное волшебство Последнее Что мы видели Как он сыграл Король Ф8 Ладья Ф1 И С4 Ну вот Опять таки Возвращаюсь к народной мудрости Сделай форточку После чего Можно делать все остальное Б3 надо было делать Конечно ход Вне всяких сомнений Б3 был самый грамотный ход Чтобы и форточку сделать И ликвидировать угрозу С4 Но белые сыграли Ладья Ф1 После чего Черные взорвали центр О смотрите Началось Да Теперь видите Как слоны буквально Разрывают центр Но здесь Если конь отступает То следует Вскрытый мат Ладья Д1 Это вскрытый шаг Переходящий в мат Ну и собственно все Ну довольно обидно Да Вот проиграть такую партию Когда казалось бы Уже все было хорошо И буквально в два хода Развалиться Но это бывает Так Сергей Мовсисян Выиграл свой поединок Ну давайте У нас кстати Есть немножко времечко Я думаю что Это будет правильно Досмотреть Что же там все таки было Итак Черные полностью централизовались А белые вновь Уже в который раз Торгаются на Б7 Так Размен Размен Ну я считаю что При такой структуре Размен чернопольных слонов Однозначно в пользу черных Потому что вот эти Опорные пункты На Д4 и Ф4 Становятся Вотчины черных Так О А теперь Внимание Внимание на экран Черные проводят Решающую комбинацию Видите что Слон на Д3 Подвисает И Сергей Создает угрозу Мата на H2 Теперь если ЖФ То Ферзь бьет Ф3 Ну и дальше Можно все съедать На Д3 На Ц3 И так далее Ж3 Сыграно Ферзь Ж5 Ну с этим конем Конечно трудно бороться Угрожает Конь Е1 А ну кстати Конь Е1 Не просто угрожает Оно так и последовало Да ну С лишним качеством Честно говоря Эта позиция Да ну я думаю Дальнейшее уже Не надо комментировать Ну что сказать Гроссмейстеры побеждают Но не всегда Пример Ирнесто Инаркиева А он первый человек По рейтингу В этом турнире И так Король умер Да здравствует король Теперь на первом столике Будет играть Другой шахматист На самом деле Никакой рейтинг Не гарантирует От неудач Смотрим Зрительный зал Видим что народ Уже отдыхает И самое время Нам тоже Уйти на отдых Ждем третьего тура Восстанавливаем силы И потом собираемся Снова вместе